Бокер Тов, доброе утро! Начинаем наш второй урок в понедельной главе Торы Вайкра Сегодня мы немножко поговорим о хлебном даре И в книге Север Хахенух Левит из Барселоны пишет нам, что он назван даром Хлебный пряшень назван даром Значит, если мы жертвы животных приносим и представляя себе насколько страшно последствия греха мы видим, как животных расширяет и все это делается и человек боится грешить чтобы это с ним не случилось то здесь получается, человек эту жертву дает уже с более другим настроением то есть это называется что от его души от его сердца дает эту жертву то есть не страдает так при этом хотя этот дар тоже избавляет от злого начала человека то есть борется с ним он приносится из разных видов муки как мы видим из торы и приносится он в основном в пресном виде пресный хлеб это тот, который замешан на муке и воде и в течение 18 минут он уже готов от начала замеса теста до того, как он уже вышел из печи если хлебный двор твой из муки с маслом смешанный то этот дар замешивали с маслом и варили потом преломляли его и сжигали потом целиком вот и такой дар у нас есть и общественный дар есть и частный то есть общественный дар это когда каждый день мы приносим два ягненка и с ним мы приносим такой дар из муки смешанной с маслом потом есть хлебный дар из горшка то есть замешивали это все в горшке готовили и есть у нас из сковороды из печи в общем разные виды есть разные виды муки разные виды хлебного дара это надо конкретно говорить по каждому виду есть общественные хлебные дары допустим есть такой сноб ячменя который мы приносим счет когда начинается счета мера это удивительная заповедь и нужно его срезать даже если это год шмиты когда мы не засеваем и мы не собираем урожай а здесь предписано торой участок надо засеять так наши мудрецы говорят что специально засеяли для него участок для этого очменя и есть у нас две халы которые мы приносим квасными в храм это праздник шавуот вот это общественные у нас такие дары есть мы об этом еще будем говорить дальше и главное нам чтобы мы это все выполняли если мы сегодня хорошо изучаем эти законы то мы считаемся что мы служим прямо в храме что мы эти дары все приносим что мы это все делаем все выполняем и тогда все вышли нас избавят о тяжелых последствиях которые могут случиться глядя на эту страшную войну у нас приближается праздник Пурим и всевышний злодеев из мира убирает мы это видим перед праздником Пурим надо только постараться то есть шува тфила издака избавляет нас от страдания от смерти шува это раскаяние издака это деление процентов которые нам положены торы мы обязаны отдавать ее спрашиваем у раввинов каждый куда ее лучше нам отдать или потратить на бедных родственников и так далее спрашивается это каждый свой раввина спрашивает и молитва конечно тфила очень важна если мы начинаем думать об этом и выполнять то естественно Всевышний нам ответит особенно сейчас очень важно эти вот в эти дни перед Пуримом всем всего самого наилучшего урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум Бланир бен Григорий Павел бен Ефим Лев бен Шмуэль Хаям Малка Бат Йосиф Мир бат Аврагам памяти Ури бен Харитон Мендель бен Мендель За здоровье Борис бен Мария Светлана бат Клара Анна бат Ривка Полина Пер бат Соня Сура Жанна бат Ида Лена бат Клара Анна бат Елена Евгений бен Софья Двойра бат Мирьям Моисей бен Ева Ирина бат Двойра Йосифин Раиса Инесса бат Маэль Евгений бен Берта Евгения бат Ита Исхак Шимон бен Бейла Мотл Фира бат Анна За хороший же дух Арона Ребен Двора Низ Бен Ахум Всем всего самого наилучшего Да поможет нам Ашем